Всех приветствую! В кадре у нас градусник термометр от Xiaomi. То есть это распространяется. Здесь не совсем Xiaomi логотип, это типа их суббренд, я так понимаю. Он работает от батарейки. Посмотрим, как он работает сравним с ртутным. Я им пользуюсь уже около полугода. Не сказать, что я шибко доволен. Потому что, например, когда у меня была температура 37, он показывал, допустим, 36,8. Вот, 36,9. А ртутный показывал 37. В комплекте еще идет вот такой вот чехол, чтобы его не разломать, не заломать очень легко. И плюс, это как бы гигиеническую функцию выполняет чехольчик. По той причине, что его во рту надо держать. И, не знаю, для семейного использования, может быть, не самая лучшая идея. Вот здесь вот отверстие для проветривания. Для семейного использования не самая лучшая идея, потому что это больше такая вещь индивидуальная. Термометр, который надо держать во рту. Вот, так что вот такой вот пластиковый контейнер идет в комплекте. Естественно, если на него наступить, он сломается. Мне отправляли его два раза. Первый раз посылка почему-то не дошла. Трек-номер, который дал продавец, он как-то не бился. Отправили с деком. Вот, на второй раз все нормально дошло до меня. Так вот оно поставляется. Все на китайском. Ничего не понятно. Ага. Все спрятано здесь. Хорошо закрывается, приятно. Внутри она несколько погромыхивает, но совершенно небольшой вход имеет. Посмотрим, что еще в упаковке. Большая инструкция. Вот так вот он работает. О, аккумулятор установлен. Я уже думал, его не будет. 37,0. Издает тихий писк при работе. Удерживание выключается. Так понимаю, касание включается. Штука очень изящная. Я прямо ее держу в руках, думаю. Блин, как бы не сломать. Она на вид такая хрупкая. Итак, открываем вот здесь вот крышечку. Здесь у нас находится батареечка. И больше ничего. Вот, крепление батарейки, батарейного отсека. То есть он с боков защелкивается, батарейный отсек. Закрываем. Кнопка. Кнопка всего закрылась. Нет. Закрылась. Кнопка всего одна. Удерживаем. Выключается. Однократный клик. Включается. Все. Вставляем в рот. И ждем, пока он пикнет. Это где-то продлится. Может быстро. Может пару минут. Почему так долго? Потому что он пикает в тот момент, когда температура устаканится. То есть, допустим, сейчас 32,2 градуса. Видите, я в руках зажал. Растет. И вот, когда температура устаканится, и пройдет некоторое время, он поймет, что все. Значит, температура такая. И попищит. Вы достаете и смотрите на показатели. Вот сейчас он не пищит, потому что идет нарастание температуры. Вот с такой коробкой это все поставляется. Естественно, все на китайском языке. Там в коробке присутствует несколько бумажек всяких, инструкций и так далее. Что по инструкции? Вот, посмотрите, как это располагать в ротовой полости. Вот. Как это располагать подмышкой? Вот картинки. Бла-бла-бла. Вот еще про ротовую полость. Пример тут. Я чувствую, что у меня температура немножко повышенная. Что-то продуло. Этот показывает 36,7. А вот этот ртутный, в котором я не сомневаюсь. 36,9. Ну, тут чуть подуменьшилось. Еще раз перемерил. 36,8. Причем долго, конечно, он меряет. Блин. И сейчас посмотрим на ртутном. Вот его достаю. 36,8. Да, сейчас показывает более-менее похожие результаты. Ну, и еще раз контролечка 36,8. И обычный подмышечный градусник. 36,9. Ну, короче, чуть-чуть занижает. Подмыху это не вариант. Только во рту или еще где-нибудь. Потому что во рту плотное, видимо, примыкание тканей к вот этой фигне. И точно измеряется. Подмыху два раза протестировал. Не вариант. Не работает. Только в рот. Такие дела. А вот этот в подмышке прекрасно работает. Ну, короче, засунул подмыху. Еще раз, последний раз контролечку делаю. Только что было 36,2. Сейчас уже 36,3. 36,4. Я думаю, опять будет 36,5. И оно поймет, что температура устаканилась, пропищит и можно извлекать. Сейчас дождемся этого момента. Хочу вам показать. Я сделал очень плотный прижим. Сейчас лежу на той руке, в которой зажат вот этот самый градусник. Ну, опять же, только что во рту он у меня показал 36,8. Все, запищал 36,5. Ну, слышали вот этот писк. Такой он писк издает при финале работы. 36,5. Все, перестало мигать С. И вот он намерил меня на подмышке. При этом тут он у меня на подмышке. Намерил 36,9. Сейчас же я его переставляю, протираю, переставляю в рот. И проверим показатели. О, увеличилось 36,6. Но он уже пропищал, так что это не считается. И градусник во рту показал 36,6. Причем я перемерил несколько раз. По-разному ставил. Там и за щеку, и чтобы там мясом побольше прижимался. И по центру, и так далее. 36,6. Хотя только что показывал 36,8. Потом я в подмышке протестировал. Было 36,5 вроде бы. Ну, я показал это. Потом вот несколько раз во рту 36,6. Так что стабильности никакой. Наверное, рекомендую всем использовать более стабильный, более честный, более простой градусник. Допустим, как у меня. Бесе ртутный вредно с другой какой-нибудь жидкостью. В общем, который основан на физическом расширении жидкости. Короче, брать не брать. Я считаю, что лучше ртутного этого градусника термометра ничего быть не может. То есть, вот эта штука, конечно, его не заменит. Ну, так побаловаться взять можно. Ну, я, если честно, не слишком доволен этим товаром. Ожидал большего, когда смотрел обзоры про него. Вот такие пироги. Так что, может быть, лучше будет какой-нибудь инфракрасный. Вот просто для бытового в пару к ртутному такой, знаете, такой пик-пик. Подносишь, чик-чик. И все, температуру можно померять. У Xiaomi, кстати, такой есть. Но вот это, ну, достаточно сомнительное изделие. Все. Благодарю всех за просмотр. Ссылочки и дополнительная информация в описании. Все. Всем пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!